Крымская картошка, очень вкусная, разваривается. Жарко, варка, запекание, вкусная картошка. Такие характеристики требуют твердого рубля, правда дело вовсе не во вкусовых качествах. Цену формирует несколько китов. Сезонность, богатство выбора, а теперь и новый хит – тропические ливни. Дожди, вот это вот ливневые грозы, вот эти ливневые дожди произошли, и за счет этого вот продукция вот так вот выросла. А сколько он стоил этот лук до дождей? До дождей он стоил 10-12 рублей. За счет вот этих дождей ливневых продукт чуть-чуть поднялся в цене, там на 2-3 рубля. Цена на картофель варьируется в диапазоне от 20 до полусотни рублей на рынках, но это даже дешевле, чем в прошлом году. Сейчас одного из главных ингредиентов борща на прилавках много, следовательно платить меньше. Первый избыток, недостаток, как и любая другая продукция. Если ее много, то цена падает. Если ее мало, дефицит рождается, цена растет. Это всегда так было. И все же цифры статистики в среднем, включая все пути к покупке необходимого набора, говорят о том, что крымчанам нужно оптимизировать расходы. С учетом магазинов и супермаркетов картофель подорожал вдвое. Морковь в три раза, а свекла и вовсе в пять раз. Даже сегодня спросила укроп, и то 80. В прошлом году 25 был денег этот. И как вы закупаетесь овощами? Какие методы находите? Ходим, когда они складываются и дешевенькие. Ну, пометы там всякие. Вот такое подбираем. С дефектиком покупаете? Да, да. А что делать? Решать вопрос сдерживания цен необходимо всем миром коллегиально. И делается это каждый день путем полилога всех сторон, производителей, монополистов, контролирующих органов и власти. Дефицита с овощами в Крыму не наблюдается. Все это благодаря щедрому урожаю. Эксперты в сфере торговли предлагают еще один свой лайфхак в сдерживании цен. Например, продавать овощи как можно ближе к тому месту, где они и росли, то есть к полю. Таким образом сокращая логистический путь с поля. На прилавки магазинов, а затем на обеденный стол. Еще одна мера воздействия на длинный ценник – проведение ярмарок. Этот путь в Крыму уже оправдал себя. У нас очень хорошо сработали в Крыму все ярмарки, которые министерство организовало. Это тот путь, где продукция была иногда в три раза, в четыре дешевле. Но ярмарки не могут заменить ежедневную жизнь. Люди каждый день хотят идти покупать. И в этом плане, наверное, сложности. Помимо этого, сельхозпроизводителям республики будет открыта дорога к потребителю. Причем, главное, на полуострове. И второе, очень важно, что сегодня на протяжении всей Тавриды будут доступны ярмарочные площадки, которые будут вывозиться туда именно сельхоз, товаропроизводителям. Рекомендуют работать в связке и представителям крупных торговых сетей, где овощи существенно дороже. Поставщикам источника сезонных витаминов на рынке рекомендуют воздержаться от услуг посредников. Это меры, это заключение непосредственно меморандумов, это расширение торговых ярмарок минимум в два раза. Призывают для экономии делать ставку на отечественные руководители социальных объектов. Но на этом фронте уже намечена четкая тенденция. Покупают для внутренних нужд Крымская примерно 80% местных организаций соцблока, что существенно разгружает расходную часть местной казны.